У стыдливого депутата снова стыд, но теперь по делу. Спорный законопроект о кастрации педофилов возмутил специалиста по доказательной медицине. В Кыргызстане вновь планируют строить ипотечное жилье, за чей счет банкет. Приветствую вас, друзья, в эфире НЕ Новости Апреля и я, Олеся Цурикова. Депутаты Джугур-Кукинеша В том числе омбудсмен Атыр Абдрахматова возразили, ведь принудительная кастрация сродни пыткам. Однако инициатор заявил, что оскопление это не пытка над педофилами, а лишь принудительное лечение он их. Сегодня специалист по доказательной медицине Бермет Бариктабасова высказалась против законопроекта и требует его отозвать. А врачей спросили, будут они хирургическую кастрацию выполнять. Не будут. Согласятся только извращенцы, психопаты, оборотни в белых халатах, которые занимаются криминальными абортами, криминальной черной трансплантологией. Эти согласятся, такие сами преступно мыслят и преступно поступают. Согласятся сразу, за деньги тем более. Нормальные врачи экзекуцию проводить не станут. Медицина – гуманная профессия и оказывает только помощь в сохранении здоровья и жизни. Снижает боль и страдания. Нечего свое бездействие и крайнюю некомпетентность, мракобесие прикрывать медициной. Меры наказания 20 лет и пожизненное лишение свободы – вполне соразмерные действия. Специалист абсолютно согласна, что наказание за насилие над детьми должно быть суровым и неотвратимым. Но для этого в первую очередь должны быть профессиональные и непреклонные судьи и прокуроры. А сваливать ответственность на врачей не нужно. Она подчеркнула, что психиатры не смогут определить диагноз патологического сексуального влечения, пока педофил не проявит свою наклонность. Но если применять к ним пытки, они будут действовать иначе. Сексуальное влечение находится не в репродуктивных органах, не в половом члене или половых железах. В мозге находится сексуальное преступление. Хотят из Кыргызстана создать государство кастрированных евнухов с повернутыми мозгами. Они начнут убивать своих жертв. Уже убивают их много. Вы их не увидите, они среди вас. Школьницы насилуют ракетиры, которых поддерживает криминал и криминал в погонах. Займитесь ими. Думайте, бегайте, не спите. Не хватайтесь за медиков. Скальпель здесь не поможет. Бермет Барактабасова призвала отозвать законопроект, оставив медиков спасать жизни. Цитирую. Хирурги иссякают гангрену, мертвые органы и ткани, чтобы спасти жизнь. Хирурги, акушеры, гинекологи, онкологи, урологи не удаляют здоровые органы, если они в здравом уме. Медики не убийцы и не палачи. В комментариях специалистку однозначно поддержали. Ведь с нынешним уровнем правосудия пострадать от такого закона могут совершенно невинные люди. Такая вот палка о двух концах. Надо быть осмотрительными и осторожными при принятии таких кардинальных мер. А теперь я перехожу к другому, но на общую тему. Прострадание невинных людей. Противактивиста Атая Бишенбека возбудили еще одно дело. А теперь по октябрьским событиям 2020 года сообщил его адвокат Тимур Султанов. Вот по каким статьям. Статья 213, часть 4. Самовольные занятия или захват помещения, здания или сооружения УККР. Срок наказания от 5 до 10 лет. Статья 278, часть 2. Массовые беспорядки. Срок наказания от 5 до 8 лет. Статья 209, часть 3. Мошенничество в особо крупном размере. Наказание, штраф или срок до 3 лет. Первые две статьи относятся к октябрьским событиям 2020 года. Что же касается третьей, то дело по ней возбуждалось ранее и его прекратили. А теперь то решение отменили. Не по одному из обвинений Атай не признает себя виновным. Будем ждать судебных процессов. А Акын Булот Назаров наконец-то на свободе. И ему подарили лошадь. В этот раз точно, говорит депутат Мирлан Самикоджо. Напомню, накануне мужчину отпустили из-под стражи. До этого Булота Назарова обвиняли в краже скота. Правоохранительные органы сообщали, что он якобы увел чужую лошадь. Однако Акын с обвинениями был не согласен. Он был уверен, что скакуна ему подарили на тое, с которого он благополучно на нем и уехал. Оказалось, произошло недоразумение. Когда это выяснилось, пострадавший готов был отозвать все претензии. Но правоохранительные органы все же задержали Назарова. Его продержали в СИЗО более двух месяцев. Прокурор был намерен посадить Акына на 7 лет. Но пострадавший все же отозвал заявление и Назарова отпустили. А члены фонда Айтыш совместно с общественными деятелями взаправду подарили ему лошадь. Благо, ситуация разрешилась. Мерланд Самыйкуджо депутат Иакын поблагодарил всех неравнодушных, общественность и СМИ, которые добивались справедливости в этом деле. Напомню, что ранее Акына расследователя Булота Назарова задержали якобы с Гашишем. По данным следствия, он склонял некую девушку к употреблению наркотиков. По этому же делу был задержан и журналист Булот Тимиров. А вся история началась на фоне громких расследований двоих Булотов о бизнесе семьи Камчебека Ташиева. Интересные вещи происходят сегодня в парламенте. Депутат Джинишбек Токторбаев теперь стыдится других вещей, а не того, что президенту не на чем летать. Точнее даже сказать, не стыдится, а пристыжает нефтетрейдеров за непомерные цены на бензин. И я совершенно с ним согласна. Сегодня на заседании Джигуркукинеша парламентарий призвал нефтетрейдеров снизить цену на топливо. Призвал их к совести к тому же, ведь закупочная цена бензина снизилась, а вот стоимость на заправках совсем не собирается, кажется, падать. Вчера я разговаривал с компаниями, которые занимаются поставками ГСМ. По их словам, бензин марки АИ-92 стоит 45 сомов, АИ-95 – 49 сомов. А на заправках стоимость составляет от 58 до 65 сомов. Куда смотрит госантимонополия? Такого никогда не было. Я тоже занимался бензином, но мы добавляли всего 2-3 сома, а они накидывают по 18-20 сомов. Стыдно должно же быть. Депутат предложил пригласить в парламент представителей службы антимонопольного регулирования и компаний, реализующих топливо, чтобы вместе разработать адекватное ценообразование и снизить стоимость бензина на заправках. Молодец. В госантимонополии отреагировали, пообещали в ближайшее время снизить цену на топливо. Правда, актуально это только для бензина, ведь закупочные цены на него действительно снижаются. А вот диз топлива, увы, пока не подешевеет. В течение ближайшего месяца в результате поэтапного снижения крупные игроки рынка снизят стоимость бензина на 5-6 сомов. Это с учетом месячного запаса ГСМ, который должен быть у них в наличии. Служба уже направила нефтетрейдерам рекомендации о необходимости соблюдать основные принципы конкуренции и напомнила о недопущении необоснованного повышения цен. А двое других депутатов, Дастан Бекешев и Нурджигит Кадрбеков, выступили сегодня с предложением перенести срок введения закона об обязательном страховании водителей ОСАГО. О том же накануне просил и парламентарий Тазабек и Крамов. Все дело в том, что это обязательство обухом свалилось на население, и многие могут попросту не успеть купить полис до того, как за его отсутствие начнут штрафовать. Осталось два месяца. Да, страховка нужна, но если будет такой темп, никто не успеет. Грубо говоря, за это время 10-15 тысяч машин должны проходить процедуру страхования ежедневно. Страховые компании и водители к этому не готовы. Давайте до лета или осени подвинем. А возможно и до 1 января 2024 года. По словам его коллеги Нурджидита Кадрбекова, страховые компании физически не успеют застраховать всех до 1 апреля. Для этого нет достаточного количества оборудования и даже бланков. Сейчас слушал интервью представителя одной страх компании. Он говорил с радостью в голосе. Конечно, он счастлив. Если в Кыргызстане около 2 миллионов автомобилей, то от каждого из них должно поступить от 1600 до 3000 сомов. Столько средств должно поступить. Но застраховать водителя непросто. Запрашивают паспорт, права, их паспорт. Самое интересное – нужна доверенность от владельца машины. Кто-то в России, другой в больнице, третий рожает. Как они должны это сделать? При этом в электронном варианте документ выписать нельзя. Следующий митинг будет перед зданиями страховых компаний. Пока никаких изменений это не повлекло, но, будем надеяться, и интересная новость. Кажется, планы Садыра Джапарова начинают работать. Короче, Германия отказалась от части нашего суверенного долга в пользу доступного жилья. Об этом заявил в своем фейсбуке пресс-сек главы государства Эрбол Султанбаев. По словам молодого человека, еще в мае прошлого года подписано соглашение между Кыргызстаном и Федеративной Республикой Германия. О том, что средства госдолга, которые нам надо было возвращать, ФРГ обменяет на социальные проекты, а именно на доступное жилье для наших граждан. То есть мы не отдаем деньги за рубеж обратно, а вкладываем их в развитие своей страны. Между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Германским банком развития КФВ в мае 2022 года подписано соглашение о конверсии суверенного долга Кыргызской Республики перед Федеративной Республикой Германия. Обмен долга 4 жилищная программа, в рамках которого средства на сумму 14 миллионов 900 тысяч евро будут поэтапно предоставлены в пользу ОАО «Государственная ипотечная компания». На сегодняшний день предоставлен первый транш в размере 4 миллионов 966 тысяч евро. Сначала жилье для предоставления в льготную ипотеку построят в Бишкеке, на месте бывшей 47-й колонии. Там возведут новый микрорайон на 10 тысяч квартир. Так говорит пресс-сек. После планируют найти дополнительные средства на строительство доступных квартир во всех регионах. Сейчас ищут доноров. А еще Эрбол Султанбаев подчеркнул, что просьба президента списать долги в обмен на зеленые проекты нашла отклик у доноров. Правда, какие именно страны заинтересовались подобным предложением, не уточнил. И продолжим про строительство. На сайте аппарата президента появилась новость о том, что в Чоналайском районе Ожской области построят 400 домов для помирских кыргызов. По инициативе президента Кыргызской республики Садыра Джапарова в Чоналайском районе Ожской области в ближайшее время начнется строительство 400 домов для помирских кыргызов. Строительные работы планируется начать в мае текущего года. Все дома будут обеспечены теплом, электричеством и другим необходимым для комфортного проживания. Также в тексте сказано, что глава государства примет все меры для полного переселения всех этнических кыргызов с территории Малого и Большого Памира Исламской республики Афганистан на родину. Ну и еще одна позитивная новость напоследок. В Майлусу восстановлена подача питьевой воды, сообщает пресс-служба МЧС. С сегодняшнего дня жители города обеспечены чистой водой в штатном режиме. Также 642 семьям оказана гуманитарная помощь. Теплом обеспечено 87% населения. Режим ЧАЭС еще не отменен, а работа по ликвидации последствий аварии продолжается. Такой вот позитивный выпуск мог бы получиться сегодня. Особенно про строительство было хорошо. Но я не я, если не напомню о том, что дома для пострадавших жителей Баткенской области все еще не отстроены. И вот когда они будут готовы, большая загадка. Планы-то по строительству у нас невероятно масштабные, только с реализацией беда. Теперь я с вами прощаюсь, мои хорошие. Это были не новости апреля. Всем добра, пока.